И вверх голубые пики терялись в завесе дождя. Дождь поливал длинные каналы, и старик Лафарш вышел с женой из дома посмотреть. «Первый дождь сезона», — заметил Лафарш. «Чудесно!» — вздохнула жена. «Благодать!» Они затворили дверь. Вернувшись с комнаты, стали греть руки над куглями в камине. Они зябко дрожали. Сквозь окно они видели вдали и влажный блеск дождя на корпусе ракеты, которая доставила их сюда с земли. «Вот только одно!» — произнес Лафарш, глядя на свои руки. «Ты о чем?» — спросила жена. «Если бы мы могли взять с собой Тома...» «Лаф, ты опять...» «Нет, нет, прости меня, я не буду». «Мы прилетели сюда, чтобы тихо, без тревог прожить свою старость, а не думать о Томе. Сколько лет прошло, как он умер, надо постараться забыть его, вот и все, что было на земле». «Верно, верно», — сказал он, и снова потянулся к теплу. Двух глаза смотрели на огонь. «Я больше не заговорю об этом. Просто, ну, очень уж не достает мне наших поездок в Бринланд-парк по воскресеньям, когда мы клали цветы на его могилу. Ведь мы больше никуда не выезжали». Голубой дождь ласковыми струями поливал дом. В девять часов они легли спать. Молча, рука в руке, лежали они. Ему пятьдесят пять, ей шестьдесят, во мраке, наполненном шумом дождя. «Эн», — тихо позвал он. «Да», — откликнулась она. «Ты ничего не слышала?» Они вместе прислушались к шуму ветра и дождя. «Ничего», — сказала она. «Кто-то свистел», — объяснил он. «Нет, я не слышала». «Пойду посмотрю на всякий случай». Он надел халат и прошел через весь дом к наружной двери. Помедлив в нерешительности, толчком отворил ее, и холодные капли дождя ударили по его лицу. Дул ветер. У крыльца стояла маленькая фигура. Молния распорола небо, и мазок белого света выхватил из мрака лицо. Оно глядело на стоящего в дверях Лафаржа. «Кто там?» — крикнул старик дрожа. Молчание. «Кто это? Что вам надо?» По-прежнему ни слова. Он почувствовал страшную усталость, слабость, изнеможение. «Кто ты такой?» — крикнул Лафарж снова. Жена подошла к нему сзади и взяла его за руку. «Чего ты так кричишь?» «Какой-то мальчик стоит у крыльца и не хочет мне отвечать», — сказал старик дрожа. «Он...» «Он похож на Тома». «Пойдем спать, тебе почудилось. Он и сейчас стоит, взгляни сама». Лафарж отворил дверь шире, чтобы жене было видно. Холодный ветер, редкий дождь и фигурка, глядящая на них задумчивыми глазами. Старая женщина прислонилась к притулоке. «Уходи!» — сказала она, отмахиваясь рукой. «Уходи!» «Скажешь, не похож на Тома?» — спросил старик. Фигурка не двигалась. «Мне страшно!» — произнесла женщина. «Запри дверь и пойдем спать. Не хочу, не хочу!» И она ушла в спальню, причитая себе поднос. Старик стоял на ветру, и руки его спыли от студеной влаги. «Том!» — тихо сказал он. «Том! На тот случай, если это ты, если это каким-то чудом ты, я не стану запирать дверь. Если ты озяб и захочешь войти погреться, входи и ложись подле камина, там есть меховой коврик». И он прикрыл дверь, не заперев ее. Жена услышала, как он ложится, и зябко фоежилась. «Ужасная ночь!» «Я чувствую себя такой старой!» Она схлипнула. «Ладно, ладно!» — ласково успокаивал он ее, обнимая, спил. Наконец она уснула. И тут его настороженный слух тотчас уловил. Наружная дверь медленно-медленно отворилась, впуская дождь и ветер. А Том затворилась. Лафарш услышал легкие шаги возле камина и слабое дыхание. «Том!» — сказал он сам себе. Молния полыхнула в небе и расколола мрак на части. Утром светило жаркое-жаркое солнце. Лафарш распахнул дверь в гостиную и обвел ее быстрым взглядом. На коврике никого не было. Лафар вздохнул. «Стар становлюсь!» — сказал он. И он пошел к двери, чтобы спуститься к каналу за ведром прозрачной воды для умывания. На пороге он чуть не сбил с ног юного Тома, который шел уже с полным до краев ведром. «Доброе утро, отец!» «Доброе утро, Том!» Старик посторонился. Подросток пробежал босиком через комнату, поставил ведро и обернулся, улыбаясь. «Чудесный день сегодня!» «Да, хороший!» — настороженно отозвался старик. Мальчик держался, как ни в чем не бывало. Он стал умываться принесенной водой. Старик шагнул вперед. «Том, как ты сюда попал? Ты жив?» «А почему мне не быть живым?» Мальчик поднял глаза на отца. «Но... Том...» «Гринланд парк... Каждое воскресенье... Цветы и...» Лафарш вынужден был сесть. Сын подошел к нему, остановился и взял его руку. Старик ощутил пальцы, крепкие, теплые. «Ты в самом деле здесь? Это не сон?» «Разве вы... не хотите, чтобы я был здесь?» Мальчик тревожился. «Что ты, Том? Конечно, хотим!» «Тогда зачем спрашивать? Пришел и все тут!» «Но... твоя мать такая неожиданность!» «Не беспокойся!» «Все будет хорошо!» «Ночью я пел вам обоим. Это поможет вам принять меня, особенно ей. Я знаю, как действует неожиданность. «Погоди, она войдет, и убедишься сам!» И он рассмеялся, тряхнув шапкой кудрявых и медно-рыжих волос. У него были очень голубые и ясные глаза. «Доброе утро, Лаф и Том!» Мать вышла из двери и спальни, собирая волосы в пучок. «Правда, чудесный день!» Том повернулся к отцу, улыбаясь. «Что я говорил?» Вместе, втроем, они замечательно позавтракали в тени за домом. Миссис Лафарш достала припрятанную в прок старую бутылку подсолнухового вина, и все немножко выбили. Но когда еще Лафарш не видел свою жену такой веселой? Если у нее и было какое-то сомнение насчет Тома, то вслух она его не высказывала. Для нее было все в порядке вещей. И чем дальше, тем больше сам Лафарш проникался этим чувством. Пока мать мыла посуду, он наклонился к сыну и тихонько спросил. «Сколько же тебе теперь лет, сынок?» «Разве ты не знаешь, папа?» «Четырнадцать, конечно!» «А кто ты такой на самом деле?» «Ты не можешь быть Томом, но кем-то ты должен быть. Кто ты?» «Не надо!» Парнишка испуганно прикрыл лицо руками. «Мне ты можешь сказать?» настаивал старик. «Я пойму. Ты... ты марсианин, наверное?» Я тут слыхал разные басни про марсиан. Правда, толком никто ничего не знает. Вроде бы их совсем мало осталось. А когда они появляются среди нас, то в облике землян. Вот и ты, если приглядеться, будто бы и Том и не Том. «Зачем? Зачем это? Чем я вам нехорош?» закричал мальчик, спрятав лицо в ладони. «Пожалуйста, ну пожалуйста, не надо сомневаться во мне!» Он вскочил на ноги и ринулся против стола. «Том, вернись!» Но мальчик продолжал бежать вдоль канала к городу. «Куда это он?» спросила Энн. Она пришла за остальными тарелками. Она посмотрела в лицо мужу. «Ты что-нибудь сказал? Напугал его?» «Энн!» заговорил он, беря ее за руку. «Энн, ты помнишь Гринланд Парк? Помнишь ярмарку? И как Том заболел воспалением легких?» «Что ты такое говоришь?» Она рассмеялась. «Так, ничего!» Откликнул он. Вдали у канала медленно оседала пыль, поднятая ногами бегущего Тома. В пять часов вечера на закате Том возвратился. Он настороженно посмотрел на отца. «Ты опять начнешь меня расспрашивать?» «Никаких вопросов!» сказал лопат. Блеснула белозубая улыбка. «Вот это здорово!» «Где ты был?» «Возле города!» «Чуть не остался там, меня чуть...» «Он замялся, подбирая нужное слово!» «Я чуть не попал в западню!» «Что ты хочешь этим сказать, в западню?» «Там возле канала есть маленький железный дом, и когда я шел мимо него, то меня чуть бы не заставили...» «После этого я не смог бы вернуться сюда, к вам!» «Не знаю, как вам объяснить, нет таких слов, я не умею рассказывать и сам не понимаю, это так странно, мне не хочется об этом говорить». «И не надо!» «Види-ка лучше умойся, ужин пора!» Мальчик побежал умываться. А минут через десять на безмятежной глади канала показалась лодка, подгоняемая плавными толчками длинного шеста, который держал в руках долговязый худой человек с черными волосами. «Добрый вечер, брат Лафарш», сказал он, придерживая лодку. «Добрый вечер, Саул, что слышно?» «Всякое!» «Ты ведь знаешь Номленда, того, что живет в жестяном сарайчике на канале?» Лафарш оцепенел. «Знаю, ну и что?» «А какой он негодяй был, тоже знаешь?» «Говорили, будто он потому землю покинул, что человека убил». Саул оперся о влажный шест, внимательно глядя на Лафаржа. А помнишь фамилию человека, которого он убил? Гиллинс, кажется. Точно, Гиллинс. Ну так вот, часа и так два тому назад этот Номленд приближал в город с криком, что видел Гиллинсом, жильем, здесь, на Марсе, сегодня только что. Просился в тюрьму, чтобы его спрятали туда, от Гиллинса. Но в тюрьму его не пустили. Тогда Номленд пошел домой и двадцать минут назад люди мне рассказали, пустил себе пулю в лоб. Я как раз оттуда. «Ну и ну», сказал Лафарж. «Вот какие дела-то бывают», подхватил Саул. «Ладно, Лафарж, пока. Спокойной ночи». «Спокойной ночи». Лодка заскользила дальше по тихой глади канала. «Ужин на столе!» крикнула миссис Лафарж. Мистер Лафарж сел на свое место и, взяв нож, поглядел через стол на Тома. «Том», сказал он. «Ты что делал сегодня вечером?» «Ничего», ответил Том с полным ртом. «А что?» «Да нет, я так просто». Старик засунул уголок салфетки за ворот сорочки. В семь часов вечера миссис Лафарж собралась в город. «Уж который месяц не была там», сказала она. Том отказался идти. «Я боюсь города», объявил он. «Боюсь людей, мне не хочется». «Большой парень и такие разговоры», настаивала Энн. «Слушать не хочу, пойдешь с нами». «Я так решила». «Но Энн, если мальчику не хочется», вступился старик. «Однако миссис Лафарж была неумолима». Она чуть не силой скачила их в лодку и все вместе отправились в путь по каналу под вечерними звездами. Том лежал на спине, закрыв глаза, и никто не сказал бы, спит он или нет. Старик пристально глядел на него, размышляя. «Кто же это?» думал он. «Что за создание, жаждущее любви не меньше нас?» «Кто он и что он?» Пришел, спасаясь от одиночества, в круг чуждых ему существ, приняв голос и облик людей, которые жили только в нашей памяти, чтобы остаться среди нас и обрести, наконец, свое счастье в нашем признании. «С какой он горы и с какой пещеры?» «Вот просто какого народа, еще и населявшего этот мир, когда прилетели ракеты с земли?» Лафарш покачал головой. «Этого не узнать. А так, с какой стороны ни посмотри, он том и все тут». Старик перевел взгляд на приближающийся город и почувствовал неприязнь к нему. Но затем он опять стал думать о Томе и Энн и сказал себе, «Может быть и неправильно это оставить у себя Тома хоть ненадолго, если все равно не увидит ничего, кроме беды и горя. Но как отказаться от того, о чем мы так мечтали? Пусть это всего на один день, и он потом исчезнет, и пустота станет еще невыносимее, темные ночи еще темнее, дождливые ночи еще сырей. Лишать нас этого все равно, что попытаться вырвать у нас кусок изо рта». И он поглядел на парнишку, который так безмятежно дремал на дне лодки. Тот схлипнул. Наверное, что-то приснилось. «Люди!» Бормотал Том во сне. «Меняюсь и меняюсь!» «Полно, полно парень». Лафарш погладил его мягкие кудри, и Том успокоился. Лафарш помог жене и сыну выйти из лодки на берег. Ну вот и приехали. Энна улыбнулась ярким огнем, слушая музыку из таверн, звуки пианино и патефонов, львуясь парочками, которые гуляли под руку по оживленным улицам. «Лучше бы я остался дома», сказал Том. «Прежде ты так не говорил», возразила мать. «Тебе всегда нравилось в субботу вечером поехать в город». «Держитесь ко мне поближе», прошептал Том. «Я не хочу, чтобы меня поймали». Энна слышала эти слова. «Что ты там болтаешь? Пошли!» Лафарш заметил, что пальцы мальчика льнут к его ладони и крёп, и он крепко стиснул их. «Я с тобой, Томми». Он поглядел на смыющую мимо толпу, и ему тоже стало не по себе. «Мы не будем задерживаться долго». «Вздор!» мешалась Энна. «Мы на весь вечер приехали». Переходя улицу, они наткнулись на тройку пьяных. Их затолкали, закрутили, оторвали друг от друга. Оглядевшись, Лафарш отыменел. Тома не было. «Где он?» сердито спросила Энн. «Что за манера? Чуть что куда-то удирать от родителей. Том!» Мистер Лафарш бегал, кругом расталкивая прохожих, но Тома нигде не было. «Вернётся. Вот увидишь, будет ждать возле лодки, когда мы поедем домой», уверенно произнесла Энн, увлекая мужа по направлению к телетеатру. Вдруг в толпе произошло какое-то замешательство, и мимо Лафарша пробежали двое, мужчина и женщина. Он узнал их. Джо Сполдинг с женой. Они исчезли, прежде чем Лафарш успел заговорить с ними. Стревоженно озираясь, он купил билеты и безропотно потащился за женой в постылую темноту кинозала. В одиннадцать часов Тома у причала не было. «Ничего, мать», сказал Лафарш. «Ты только не волнуйся, я найду его». «Подожди здесь». «Поскорее возвращайтесь». Ее голос утонул в плеске воды. Он шел по ночным улицам, сунув руки в карманы. Один за другим гасли огни, кое-какие из окон еще высовывались люди. Ночь была теплая, хотя в небе все еще плыли среди звезд обрывки грозовых туч. Лафарш вспомнил, как мальчик постоянно твердил что-то насчет западни, как он боялся толпы городов. «Что за нелепость устала?» подумал старик. «Наверное, парень ушел навсегда. А может, его и вовсе не было». Лафарш свернул в переулок, скользя взглядом по номерам домов. «Это ты, Лафарш?» На крыльце, куря трубку, сидел мужчина. «Привет, Майк». «Что, повздорил с хозяйкой? Вышел проветриться, нервы успокоить?» «Да нет, просто гуляю». «У тебя такой вид, что словно что-то ищешь». «Да, к слову, о находках. Ведь сегодня вечером кто-то нашелся. Джосс Холдинга, знаешь? Помнишь его дочь, Лавинию?» «Помню». Лафарш похолодел. Это было как сон, который снится во второй раз. Он в точности знал, что будет сказано дальше. «Лавиния вернулась домой сегодня вечером», сказал Майк, выпуская дым. «Помнишь, она с месяц назад заблудилась на дне Мертвого моря? Потом нашли тело, вроде бы ее, да уж очень изуродовано было. С тех пор Сполдинги были словно не в себе. Джо ходилось и твердил, что она жива, а не ее это тело. И вот выходит, он был прав. Сегодня Лавиния объявилась». «Где?» Лафаршу стало трудно дышать, сердце отчаянно заколотилось. «На главной улице». Сполдинги как раз покупали билеты в кино, вдруг видят в толпе Лавинию. Вот сцена была, воображаю. Сперва-то она их и не узнала. Они квартал 3 за ней шли, все говорили, говорили. Наконец, она вспомнила. «Ты ее видел?» «Нет, но я слышал ее голос». «Помнишь, она любила петь чудный брег Ламонского озера?» «Ну так вот, я только что слышал, как она эту песню отцу пела, водных дом». «Так она пела, заслушаешься». «Славная девочка». «Я как узнал, что она погибла, вот ведь беда, подумал, вот несчастье, а теперь вернулась и так на душе хорошо». «Нет, тебе вроде не здоровится. Зайди-ка, плотни виски». «Спасибо, Майк, не хочу». Старик подрел прочь. Он слышал, как Майк пожелал ему доброй ночи, но не ответил, а устремил взгляд на двухэтажный дом, высокую хрустальную крышу, хрустальную крышу, которого устилали пышные писти алых марсианских цветов. Над садом навис балкон святой железной решеткой, в окнах второго этажа горел свет. Было очень поздно, но он все-таки подумал, «Что будет с Энн, если я не приведу Тома? Новый удар, снова смерть. Как она это перенесет? Сомни первую смерть, весь этот сон наяву, и это внезапное исчезновение, господи, я должен найти Тома ради Энн. «Педняжка Энн, она ждет его на пристани!» Он поднял голову. Где-то наверху голоса желали доброй ночи другим ласковым голосам. Хлопали двери, газ свет, и все это время слышалась негромкая песня. Мгновение спустя на балкон вышла прихорошенькая девушка лет восемнадцати. Хлофарш окликнул ее, преодолевая голосом сильный ветер. Девушка обернулась, глядя вниз. «Кто там?» крикнула она. «Это я!» сказал старик, и сообразив, как странно нелепо ответил ей, осекся, только губы продолжали беззвучно шевелиться. Крикнуть «Том, сынок, это твой отец?» «Как заговорить с ней?» «Она ведь примет его за сумасшедшего и позовет родителей!» Девушка перегнулась через перила в холодном неверном свете. «Я вас знаю, мягко ответила она. Пожалуйста, уходите, вы тут ничего не можете поделать». «Ты должен вернуться!» Слова сами вырвались у Лафаржа, прежде чем успел их удержать. Освещенная луной фигурками вверху отступила в тень и пропала, только голос остался. «Теперь я больше не твой сын», сказал голос. «Зачем только мы поехали в город?» «Энн ждет на пристани!» «Простите меня», ответил тихий голос. «Но что я могу поделать?» «Я счастлива здесь, меня любят, как любили вы. Я то, что я есть, беру то, что дается. Поздно. Они взяли меня в плен. Подумай об Энн. Какой это будет удар для нее? Мысли в этом доме еще сильны, словно в заточении. Я не могу перемениться сама. Но ведь ты же Том! Это ты была Томом, верно? Или ты издеваешься над стариком? Может быть на самом деле ты лавиния сколдинг? Я никто не другой, я только я. Но везде, куда я попадаю, я еще и нечто другое, и сейчас мы не в силах изменить этого нечто. Теперь опасно оставаться в городе. У нас на канале лучше, там никто тебя не обидит, умолял старик. Верно, голос звучал нерешительно. Но теперь я обязан считаться с этими людьми. Что будет с ними, если утром окажется, что я снова исчезла уже навсегда? Правда, мама-то знает, кто я. Догадалась, как и вы. Мне кажется, они все догадались, только не хотят спрашивать. Провидению не задают вопросов. Если действительность недоступна, чем плоха тогда мечта? Пусть я не та, которую они потеряли, для них я даже нечто лучшее. Идеал, созданный их мечтой. Передо мной стоит теперь выбор. Либо причинить боль им, либо вашей жене. У них большая семья, их пятеро, им легче принести утрату. Прошу вас, голос дрогнул. Я устала. Голос старика стал тверже. Ты должна пойти со мной. Я не могу снова подвергать Энн такому испытанию. Ты наш сын. Ты мой сын, ты принадлежишь нам. Не надо, пожалуйста. Тим на балконе трепетала. Тебя ничто не связывает с этим домом и его обитателями. Что вы делаете со мной? Том, сынок, послушай меня. Вернись к нам скорее. Спустись по этим лианам. Пошли, Энн ждет. У тебя будет настоящий дом. Все, чего ты захочешь? Плафарш не отрывал пристального взгляда от балкона, желая, желая, чтобы свершилось. Тени колыхались, шевестили лианы. Наконец тихий голос произнес. Хорошо, отец. Том! Свет луны вниз к лианам скользила юркая мальчишеская фигурка. Плафарш поднял руки принять ее. В окнах вверху вспыхнуло электричество. Чей-то голос вырвался из-за узорной решетки. Кто там? Живей, парень. Еще свет, еще голоса. Стой, я буду стрелять. Винни, ты цела? Топот спешащих ног. Старик и мальчик пустились бежать через сад. Раздался выстрел. Пуля ударила стену возле самой калитки. Том, ты в сторону? Я побегу сюда, запутаю их. Беги к каналу, через 10 минут встретимся там. Давай! Они побежали в разные стороны. Луна скрылась за тучей. Старик бежал в полной темноте. Энн, я здесь. Она, дрожа, помогла ему спуститься в лодку. Где Том? Сейчас прибежит. Они смотрели на тесные улочки и спящий город. Еще появлялись запоздалые прохожие, полицейский, ночной сторож, пилот ракеты, одинокие мужчины, идущие домой после ночного свидания. Четверо мужчин и женщин, которые, смеясь, вышли из пара, где-то пикбушенно звучала музыка. Почему его нет? спросила мать. Сейчас, сейчас. Но Лафарш уже не был уверен. Что, если парнишку опять перехватили? Где-то каким-то образом, пока он спешил к пристани, бежал по луночными улицами между темных домов. Конечно, бежать было далеко даже для мальчика, но все-таки Том должен был поспеть раньше его. Вдруг в долина, залитой с лунным светом улицы показалась бегущая фигурка. Лафарш вскрикнул, но точно заставил себя замолчать. Оттуда же издали доносились другие голоса топот других ног. В окнах словно по цепочке вспыхнули огни. Одинокая фигурка вырвалась на широкую площадь перед причалом. Это был не Том, а просто бегущее существо с серебряным лицом, которое блестело, переливалось освещенное многочисленными шарами фонарей. Но чем ближе подбегало оно, тем все более знакомым становилось, и когда фигурка достигла причала, это был уже Том. Энн всплеснул руками, Лафарш поспел сна отчалил, но было уже поздно, потому что из улицы на безмолвную площадь выбежал мужчина, еще один, женщина, еще двое мужчин, мистер Сполдинг. Они остановились в замешательстве, они озирались по сторонам, и им хотелось вернуться домой, ведь это был явный кошмар, безумие какое-то, ну конечно, и однако же они продолжали погоню, поминутно останавливаясь в нерешительности и вновь припускаясь бежать. Да, было уже поздно. Пришел конец этому необычайному вечеру к необычайному событию. Лафарш крутил в руках Чалку, ему было очень холодно и одиноко. В лунном свете было видно, как бежали, спешили люди, выпучив глаза, тороплил, вскидывая ноги, и вот уже все они, вся десятка стоят у причала. Они яростно уставились на лодку. Они кричали «Не с места Лафарш!» сполдинг держал в руках пистолет. Теперь было ясно, что произошло. Том один обгоняя прохожих мчится просвещенным луной улицам. Полицейский замечает промелькнувшую фигуру. Круто обернувшись всматривается в лицо, кричит какое-то имя, бросается вдогонку «Эй, стой!» Он увидел известного преступника. И так всю дорогу кто бы не встретился. Мужчина или женщина, ночной сторож или пилот ракеты для каждого бегущая фигура была кем угодно. В ней воплощались для ней любой знакомый, любой образ, любое имя. Сколько разных имен было произнесено за последние пять минут. Сколько лиц угадано в лице Тома и все ложно. Вдоль всего пути преследуемые и преследователи, мечта и мечтатели, дичь и псы. Вдоль всего пути нежданное открытие, блеск знакомых глаз, выкрик полузабытого имени, воспоминания о давних временах и растет, растет толпа, бегущая по его следам. Каждый срывался с места и спешил вдогонку, едва проносилась мимо, словно льдик, отраженный десятком тысяч зеркал, десятком тысяч глаз, бегущее видение, лицо, одно для тех, кто впереди, иное для тех, кто позади, и другое новое для тех, кто еще попадется ему на пути, кто еще не видит. Вот они все здесь, у лодки, и каждый хочет один завладеть мечтой, как мы хотим, чтобы это был только топ, ни Лавини, ни Роджер, ни кто-либо еще подумал Лафарш. Но теперь этому не бывать. Слишком далеко все зашло. «Выходите из лодки, ну!» скомандовал Сколдинг. Том поднялся на пристани. Сколдинг схватил его за руку. «Ты пойдешь к нам домой, я все знаю». «Стой!» вмешался полицейский, он арестован, его фамилия Декстер, разыскивается за убийство. «Нет, нет!» всхлипнула женщина, «Это же мой муж, что уж от своего знают». Другие голоса отвердили свое, толпа напирала. Вячеслав фарш заслонил у собой Тома. «Это мой сын, у вас нет никакого права обвинять его в чем-либо, нам надо ехать домой». От Тома безостановочно била дрожь. Он выглядел тяжело больным. Толпа все напирала, протягивая нетерпеливые руки, ловя его, хватая. Том закричал. Он менялся на глазах у всех. Это был Том и Джеймс, и человек по фамилии Суичмен, и другой по фамилии Баттерфилд. Это был мэр города, и девушка по имени Югиф, и муж Уильям, и сежена Кларисса. И он был словно мягкий воск, послушный их воображению. Они орали, наступали, взывали к нему. Он тоже кричал, простирая к ним руки, и каждый призыв заставлял его лицо преображаться. Том звал Лафарш. Алиса звучал новый зов. Уильям! Они хватали его за руки, тянули к себе, пока он не упал, испустив последний крик ужаса. Он лежал на камнях, застывал расплавленный воск, и его лицо было как все лица. Один глаз голубой, другой золотистый, волосы каштановые, рыжие, русые, черные, одна бровь косматая, другая тонкая, одна рука большая, другая маленькая. Они стояли над ним, прижав палец к губам. Они наклонились. Он умер, сказал кто-то наконец. Пошел тощ. Капли падали на людей и люди смотрели на небо. Они отвернулись. И сперва медленно, потом все быстрее пошли прочь. А потом бросились бежать в разные стороны. Только мистер и миссис ла-фарш опьятые ужасом стояли на месте, держась за руки и глядели на него. Дождь поливал обращенное вверх лицо, в котором не осталось ни одной знакомой черты. Энн молча начала плакать. Поехали домой, Энн. Тут уж ничего не поделаешь, сказал старик. Они спустились в лодку и заскользили в мраке по каналу. Они вошли в свой дом и развели огонь в камине и согрели над ним руки. Они пошли спать и лежали вместе продрогшие изнеможденные, слушая, как снова стучит по крыше дождь. Псс! Вдруг произнес лафаш среди ночи. Ты ничего не слышала? Нет, ничего. Я все-таки погляжу. Он пересек на ощупь темную комнату и долго стоял возле наружной двери, прежде чем отворить. Наконец, распахнул ее настиж и выглянул наружу. Дождь черного неба поливал густой двор, поливал канал, поливал склоны синих гор. Он подождал минут пять, потом мокрыми руками медленно затворил затвор и отошел. Открыли. 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 Продолжение следует...